Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Начитываю книгу «Библейский свет. Жемчужина русской поэзии». Вот она такая красочная. Тут собрана русская поэзия, начиная от книги «Бытие», заканчивая книги «Откровения». Кто какой поэт, писатель писал стихотворения на библейские темы. Вот одно из этих стихов. Называется «Вавилонское столпотворение». Яков Полонский. Называется стихотворение «Немврот». Первая часть. «Немврот». К небу тащите камень и рабы, Стройте над сводами своды. Там будут жалкие ваши мольбы, Ближе к владыке природы. «Стройте, пока царь бичами вас бить Не отменил повеление. Мысли великой должны выслужить. Мысль эта — столпотворение». Верьте вы радуге, данной в залог. Нет, она сон мой тревожит. Тот, кто хоть раз потопить землю мог, Вновь потопить ее может. Подняты грубой силой рабов, Я отстаю силу знания. Шире моих вавилонских дворцов, До облаков стройте здания. Пусть мой творец топит мой вавилон, Пусть уточняет костями. Мой вертоград, я поставлю мой трон Над облаками-звездами. Выше громов я воссяду на нем И несмущаемым ревом. Хлябей морских буду с гневным творцом, Я, говорит, с тем же гневом. Пусть я скажу ему «Стрелы твои Славу мое озаряют». Тучи твои лижут ноги мои, Бури твои освежают. Звездный венец твой Горит надо мной. В то же одет я убранство, Той же вселенной я вместе с тобой Обозреваю пространство. Вторая часть. «Голос в толпе» называется. Иегова длань простер и зовет. Глаз его гром, одеяние тучи, Которую буря несет, Гнев и умолнии сверкания. Ужас настал, Помутились с умы, День почернел от испуга. Ненависть нас разобщила, И мы не понимаем друг друга. Из берегов выступает Ефрат, Столпа образная наша. Треснула башня, Под мозги горят, Зла переполнилась чаша. Слышится вопль. Полнаш гордый пророк, Плачущих жен мы уводим. Запад, прими нас, Прими нас, восток. Боже, спаси нас, уходим. Часть третья. Голос неврода. Пусть из-за туч, Низлетая, гремят, Огнезазубчатые стрелы. Пусть эти своды, Шатаясь, трещат, И загораются. Смелый дух мой не дрогнет. Все тот же я царь. Трусы, не войте, молчите. Передо мной ставьте тот же алтарь, Те же фимиамы курите. Пусть разбегаются овцы-рабы, Не побегу я. Природа, та же раба, Сила грозной судьбы Не пересилит неврода. Новую башню воздвигну я, И несокрушимая станет Твердым оплотом людей земли, И в небеса гром мой грянет. Да, безумно гордость людская, Как и в наше время сейчас так же. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе.